Сегодня, 29 января, завершились спринтерские гонки среди мужчин и женщин в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в польских душниках Здруй. По итогам дня у сборной России прибавились две медали – серебро и бронза. Разберем подробнее прошедшие гонки. В мужском спринте на 10 километров серебро сборной принес Карим Халили, который отстал от победителя всего на 7,3 секунды. Хотя большую часть гонки Карим лидировал, но под конец швейцарец Мартин Йегер обогнал его. Оба спортсмена прошли дистанцию чисто, без промахов. Также в топ-10 из россиян вошел Даниил Серохвостов. У него была обратная ситуация. Даниил допустил два промаха на первом рубеже и отстал в гонке, и лишь под финиш сумел обогнать множество соперников и выйти на 10 место. Остальные биатлонисты сборной России показали слабый результат. Семен Сучилов финишировал 23-м. Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов заняли 35-е и 36-е места соответственно. И худшим из россиян оказался Евгений Идинов, показавшим лишь 66-е время. В женском спринте на 7,5 километров бронзу сборной России принесла юниорка Анастасия Шевченко. Она отстала от победителя всего на 9,7 секунды. Шевченко единственная из россиянок, которая прошла дистанцию без промахов. Четвертое и пятое места заняли Лариса Куклина и Валерия Восенцова соответственно. Каждая из них промахнулась по одному разу. Если бы не промахи, то гарантированно получили бы медали. Далее с 21-м временем финишировала Наталья Гербулова. После нее на 30-м месте Анастасия Гореева. И худшей из россиянок оказалась Полина Шевнина, которая заняла 39-е место. Если подвести итог, в женской гонке мы имеем довольно сильных бедлонисток в составе. Но в мужском составе, к сожалению, все гораздо хуже. В данный момент по статистике медалей сборная России занимает 5-е место. С двумя бронзовыми медалями и одной серебряной. Впереди еще гонки преследования, которые пройдут завтра и смешанные эстафеты, которые пройдут 31 января. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!